Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Промышленный альпинист едва не стал жертвой недовольных жителей. Полиция ищет того, кто перерезал веревку. Исторический момент. Сегодня пролеты Фрунзенского моста соединятся. Обманули вкладчиков на 600 миллионов рублей. Сегодня состоялись предварительные слушания по делу финансовой пирамиды «Инвестойл». Самарским деятелям искусств вручили губернские премии. Финансовую поддержку получили музыканты, артисты и педагоги. Парад необычных судов и другие сюрпризы. Чем удивят самарцев на фестивале «Волга-фест». За секунду до трагедии жительница дома на шестой просеке перерезала трос, на котором держался рабочий. Он утеплял стену на девятом этаже. Мужчина чудом остался жив, вовремя посмотрел вниз и заметил происходящее. Причину своего поступка женщина не объяснила, а наоборот заперлась в квартире. На месте работали полицейские и наша съемочная группа. Эксклюзивный репортаж Алины Чемерес. Обычный рабочий день на высоте в девять этажей. Денис Куницын вместе с напарником утепляет стену дома на шестой просеке. Но строительные работы по неизвестной причине пришлись, по его словам, не по душе соседки снизу. Она начала кричать, ругаться и угрожать. Что поднимется, столкнет нас. И да, было такое, кричала. И что перережет нам веревки. Спасло меня то, что я еще не начал выполнять работы и увидел тот самый момент, когда она перерезала веревку. А так, если бы я этого не заметил, я мог спуститься ниже, ожидая, что веревка достает до земли и просто бы соскочил вниз. Женщина, которая, если верить рабочим, перерезала трос, забаррикадировалась в своей квартире и никому не открывает. На вопрос, зачем, из-за двери в ответ сначала доносилась только ругань. Потом ситуация немного прояснилась. Альпинисты работали в штатном режиме, утепляли фасад на девятом этаже. По их словам, свое решение перерезать веревку женщина аргументировала тем, что они якобы разбили ей окно. Но, как мы видим, стекла на седьмом этаже целые. На высоте альпинисты работают с ножами, перфораторами, молотками и пораниться можно при любом неловком движении. Конечно, при обрыве троса сработала бы страховка, но высотник все равно успел бы пролететь на 3-4 метра вниз. И если не задел бы кондиционер и арматуру на стенах, то точно бы ударился. Если бы Денис в тот момент находился ниже места пореза, исход мог быть трагичным. Любые вопросы можно решить словами. У ребят есть логотипы на спине, там указан мой сотовый телефон, контакты. Со мной можно без проблем связаться. Никаких звонков не было, если люди решили так самоправдно. Просто резать веревки, что здесь можно сказать. Пусть разбирается полиция. На место прибыли полицейские. Высотники и руководство строительной фирмы намерены добиться расследования ЧП, чуть не обернувшегося трагедией. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События. За обман ответит. В суде Кировского района Самары начались предварительные слушания по делу о финансовой пирамиде «Инвестуэл». Ее организаторы, жители Самарской области Владимира Романова, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, за три года создатели так называемой финансовой группы присвоили около 600 миллионов рублей. Офисы компании работали в трех городах – Самаре, Тольятти и Санкт-Петербурге. Свои деньги в финансовую пирамиду вложили более 1700 человек. В основном пенсионеры. В суд пришли несколько десятков потерпевших. Привлекали вкладчиков в финансовую пирамиду с помощью объявлений в рекламных газетах. Обещали за короткое время, от трех месяцев до полутора лет, доход до 30% от суммы вклада. «Инвестуэл» позиционировала себя как преуспевающее агентство недвижимости, которое получает прибыль от золота перерабатывающей промышленности. За мошенничество в особо крупном размере организатору пирамиды грозит до 10 лет лишения свободы. Он обвиняется в том, что совершил мошенничество, то есть хищение тяжелого имущества путем обмана группой лиц с использованием служебного положения в особо крупном размере. Потерпевшими является более 1700 человек. Далекий берег все ближе. Сегодня началось движение первого пролета Фрунзенского моста через реку Самара. Так называемый метод надвижки – самый удобный способ возведения тяжелой и массивной конструкции. Андрей Горгуленко стал свидетелем первых шагов моста к другому берегу. Четыре гидравлических домкрата усилиями по 430 тонн каждый и высокопрочные канаты из арматуры с разрывным усилием 27 тонн. Такая мощная техника помогает первому пролету Фрунзенского моста начать движение в сторону правого берега реки Самара. Со стороны движение пролета почти незаметно. Он двигается со скоростью 1 метр в час. А помогают ему вот такие карточки скольжения. Их подкладывают под опоры и они двигают 1100 тонную конструкцию. У накаточных опор дежурят бригады, которые подкладывают карточки скольжения. Перед каждым ходом домкрата начальник участка проверяет готовность бригад и только потом дает команду к движению. Когда первый пролет продвинется на 42 метра, начнется сборка следующих секций моста, которые по мере готовности будут соединяться друг с другом, утяжеляя конструкцию и также надвигаться в сторону правого берега. Всего таких надвижек будет 11. Вот это пошла первая надвижка. Продвинемся мы на длину 42 метра. В этот раз. В следующий раз опять собираем следующую секцию, соответственно, опять надвигаем вправо. Вот так 11 раз. Сейчас у нас мы надвигаем плеть порядка 1100 тонн, а к концу строительства моста, к последним надвижкам, это будет порядка 9000 тонн. То есть это огромное усилие, поэтому здесь очень точные расчеты должны быть. В процессе участвуют около 60 сотрудников. Не прекращаются работы и по сооружению третьей и шестой опоры моста. Готовый фронзенский мост обещают сдать до конца 2018 года. Андрей Грагуленко, Артем Сулайманов, События. Встреча молодых лидеров стран БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР завершилась в Самаре праздничным концертом на сцене СГЭУ. Это не случайно. На базе университета в июле 2018 года заработает международный бизнес-инкубатор. Посетили делегации и еще несколько ведущих вузов региона – аэрокосмический, педагогический, медицинский. В результате заключены соглашения о сотрудничестве в области образования, научно-исследовательской работы туризма. К примеру, бразильцы уже готовы поделиться опытом подготовки и проведения чемпионата мира по футболу. Идет речь и о создании единого аналитического центра для обмена опытом и обсуждения молодежной политики и дипломатии в странах БРИКС для более плодотворного сотрудничества. Этим летом в Пекине состоится молодежный форум, где будут документально закреплены договоренности, достигнутые в России. И первым проектом, безусловно, станет международный бизнес-инкубатор СГЭУ. Для того, чтобы тот контингент студентов, которые более-менее продвинутые и у которых чешутся не только руки, но и мозги, и имеют некоторые бизнес-идеи, бизнес-проекции, могли воплотить в свои идеи бизнес-идеи и сочетать своих академических знаний с предпринимательской деятельностью. Как вы знаете, многих из крупных миллионеров и миллионеров в сфере IT-бизнеса, они как раз именно так начинали свой бизнес. Глава Самары утвердил среднюю стоимость квадратного метра жилья в городе на первый квартал 2017 года. Эта величина применяется для расчета размера соцвыплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение квартир. Сколько стоит один квадратный метр жилья, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Недолго цены на нефть росли. Один баррель уже стоит 51 доллар 30 центов. Валюта дорожает. Официальный курс на 28 апреля. Доллар 56 рублей 97 копеек, евро 62 рубля 16 копеек. Золото стоит 2290 рублей, серебро 31 рубль 85 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 57 рублей 5 копеек, дороже всего продать за 56 рублей 70 копеек. Просроченный хлеб останется в магазинах. С июня торговые сети перестанут возвращать его поставщикам. Утилизировать просрочку будут сами. С 21 мая повышаются требования к упаковкам, в которых хранятся продукты. Теперь обязательно будут указывать, из чего сделана упаковка. Такие изменения внесены в технический регламент Таможенного союза. Глава Самары утвердил среднюю стоимость квадратного метра жилья в городе. Она составляет 34 283 рубля. Данная величина применяется для расчета размера соцвыплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение квартир. На этом все. Удачи в делах! Поддерживать культуру, несмотря на сложную экономическую ситуацию, пообещал губернатор Николай Меркушкин. Самарским деятелям искусства вручили губернские премии и гранты. Торжественная церемония награждения прошла в областном правительстве. Финансовую поддержку и поощрение получили музыканты, артисты театра, педагоги, писатели, организаторы фестивалей. Проекты оценивала специальная комиссия по нескольким критериям. Актуальность, технологичность, художественная и потребительская ценность, инновационность. Глава региона подчеркнул, что помогать развитию культуры необходимо, ведь она имеет важное значение в формировании здорового общества, объединяет людей и настраивает на созидание. В ответном слове лауреата отметили, что развитие культуры в Самарской области в последние годы вышло на новый виток. Во многом общая культура определяет, насколько правильно общество определяет для себя ориентиры. И если эти ориентиры, этот вектор выработан правильно, и большинство, еще лучше абсолютно на большинство, ориентируется там. Поэтому, то успех гарантирован. В последние годы праздничная культура в нашей Самарской губернии, она получила новое достойное развитие. Сегодня наши площади и ведущие концертные площадки, они заговорили по-новому о главных ценностях нашей страны, нашей истории. Кроме финансовой поддержки артистов и творческих коллективов, в областном правительстве продолжается работа по приведению в порядок культурных объектов. В этом году должна завершиться реконструкция Самарского театра юного зрителя и театра кукол. В планах восстановление Самарского театра драмы и расширение театра студии «Грань» в Новокуйбышевске. Навигация на реке и в городах – тема одного из самых любимых в Самаре фестивалей «Волга-фест». В этом году организаторы решили сделать акцент на воде. Большая площадка развернется у самой кромки реки. Межрегиональный праздник набережных соберет тысячи людей, каждому из которых найдется занятие по душе. Традиционные детские площадки, творческие и спортивные, а также новинка – аппарат необычных судов – Волжский заплыв. Широкая география фестиваля. В Самару приедут участники из Испании, Франции и десятка российских городов. «Волга-фест» пройдет 11 и 12 июня. Во второй день он совпадет с торжествами в честь Дня России. И, конечно, будут новые площадки, которых не было в прошлые годы. Будем мы в этом году позиционировать на фестивале Самару как город, принимающий чемпионат мира по футболу. Этому будет посвящено отдельное мероприятие. Есть достаточно высокий интерес со стороны ваших коллег средствами массовой информации. Вот я уже про чемпионат сказал. Могу сказать, что «ФИФА-ТВ» заявила, что они будут снимать репортаж о «Волга-фесте» как об одном из знаковых культурных мероприятий нашего региона, поскольку «ФИФА-ТВ» заинтересована в привлечении болельщиков не только на футбол, но и на те культурные мероприятия, которые у нас проходят. В Самаре подвели итоги конкурса «Лучший учитель года». В этом году заявки подали более 800 педагогов со всей области. Кто стал победителем на этот раз, расскажет Лариса Шалафаст. Пономаренко Владимир Николаевич, учитель математики и информатики. Учителем года Самарской области стал преподаватель математики и информатики 132-й школы. Педагогический стаж Владимира Пономаренко – три года. Победитель считает, что в век IT-технологий важно сформировать у детей инженерное мышление, поэтому на его уроках ученики занимаются расчетами для современных роботов и показывают отличные результаты. Я очень рад и горд, что победил в конкурсе. Учитель года. Когда я три года назад пришел в школу, у меня возникал один вопрос – смогу или не смогу? Вот сейчас я уже точно могу сказать – я могу. В этом году заявки на конкурс подали 800 учителей со всей области. Жюри оценивало не только профессионализм, но и новые подходы в обучении подрастающего поколения. Самарская область за последние несколько лет сделала настоящий прорыв в сфере образования. В 4,5 раза выросло количество детей, участвующих в школьных олимпиадах различного уровня. В два раза число завоеванных медалей. Учителя, которые подготовили победителей предметных олимпиад, получают прибавку к зарплате от 15 до 99 тысяч рублей в месяц. Я не раз говорил, и в послании это говорил, что для нас, лично для меня, как губернатора, работа или развитие образовательной сферы – это на самом деле вопрос номер один. Для области гарантия того, что мы воспитаем поколение, которое точно обеспечит великое будущее нашей страны. В этом году на счету самарских педагогов еще одна значимая победа. Учитель английского языка 41-й Самарской школы Николай Казаков одержал уверенную победу во всероссийском конкурсе «Педагогический дебют-2017». Как отмечает статистика, в 2016 году количество молодых педагогов впервые в нашей истории догнало количество педагогов пенсионного возраста. И все это благодаря вам, благодаря поддержке нашей власти. По традиции, лучший учитель года, помимо диплома и денежной премии, получил в подарок машину. Но расслабляться некогда. Теперь Владимир Пономаренко будет представлять Самарскую область на всероссийском этапе конкурса «Учитель года». Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. На 10% выросли доходы самарского бюджета в прошлом году. Увеличить городскую казну удалось за счет налоговых доходов в поступлении из областного бюджета, а также сокращении плановых расходов, прежде всего на управленческий аппарат. Глава Самары представил отчет перед Городской думой. Каких успехов достигла Самара в 2016-м и что предстоит сделать в этом году, выясняла Олеся Корецкая. Рейтинг Самары стабильный. За этим коротким словом стоит сильная экономика, хорошие бюджетные показатели и поддержка от вышестоящих бюджетов. Доходы городской казны выросли более чем на 10%, в том числе за счет увеличения прибыли муниципальных предприятий. Они заработали почти 10 миллиардов рублей. На 5% снизилось число безработных людей. Активно развивается сфера услуг и потребительского рынка. Помогая развиваться законной торговли, городская администрация параллельно ведет активную борьбу с нелегальными точками. Мы разные варианты рассматриваем ликвидации таких объектов. Вы знаете, что в этом году создана межведомственная группа, межрайонная. И созданы группы районные, которые в вечернее время выявляют и пытаются пресечь монтаж незаконно устанавливаемых объектов потребленка. Расходы по сравнению с 2015 годом также выросли. Львиная их часть приходится на образование, а также транспорт и ЖКХ. Приоритетным направлением по-прежнему остается ремонт и строительство дорог. Из бюджетов всех уровней на это было направлено почти 2 миллиарда рублей. За год привели в порядок почти полтора миллиона квадратных метров городских улиц. В два раза больше, чем в 2015. В 2016 году было построено больше 800 тысяч квадратных метров жилья. Депутаты подчеркнули, при строительстве микрорайонов должна учитываться вся необходимая для людей инфраструктура. Сделать нужно очень много. Я думаю, совместными усилиями. Именно благодаря запуску управляющих микрорайонов. То, что созданы общественные советы микрорайонов, именно с общественностью, вот сегодня, вот эти все вопросы, возможно, будут решить. Подводя итог, глава города и депутаты отметили, что 2016 год стал основой для стабильного и перспективного развития Самары. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре упавшее дерево раздавило иномарку. Это произошло около 7 часов утра на улице Советской Армии. Очевидец опубликовал фото. Многолетнее дерево, попрощавшись с корнями, упало на машину «Шевроле». Тем самым не только повредив автомобиль, но и заблокировав выезд еще нескольким авто. Дерево много времени хрустело и трещало от небольшого ветра, сообщил автор поста. На трассе в Самарской области произошло крупное ДТП с участием 14 машин. Авария случилась на 967-м километре трассы М5 в Жигулевске. По версии полицейских, причиной ДТП стал отказ тормозной системы большегрузного автомобиля, который спускался вниз. В результате этого он наехал на вахтовый автобус «ПАЗ», в котором находилось 23 человека, пострадавших нет, и на легковые автомашины, остановившиеся в транспортном потоке. По предварительным данным, в результате произошедшего травмы различной степени тяжести получили 4 человека. Дети не пострадали. Капитальный ремонт Красноглинского шоссе от моста через реку Сок до Волжского шоссе начнется в июне. В Самаре ищут подрядчика, который этим займется. Участок дороги планируют расширить до четырех полос. Также там собираются обустроить тротуары, установить фандусы, барьерное ограждение и обновить освещение. На эти цели из областного бюджета выделить 45,5 миллионов рублей. Подрядчика выберут 18 мая, а уже в июне он приступит к обновлению шоссе. На время ремонта движение транспорта по нему ограничат. Объезжать участок автомобилисты будут по второму южному проезду и улице Южной. Волга поднялась и затопила прогулочную зону Самарского речного вокзала. По данным Приворского гидромедцентра, уровень воды в Саратовском водохранилище в черте Самары достиг 30 метров. Дальше вода наверняка будет подниматься и выше, но вряд ли достигнет уровня 2016 года. И все-таки паводок в этом году начался почти на неделю позже, так что исключать вероятность экстремального высокого половодия еще рано. В Самаре с площади Чапаева уберут Чапаева. Плиты под монументом разберут, а саму скульптурную группу снимут для реставрации. Обновлением памятника займется МБУ, Центр технического и хозяйственного обслуживания. Проект реконструкции памятника уже готов. МКС в Самаре – это не космическая станция, а всероссийский фестиваль студенческих эстрадных миниатюр. В третьем конкурсе за звание самой смешной команды сражались в искрометном юморе девять творческих коллективов из четырех городов России. О чем шутит молодежь, услышал Сергей Кизоркин. Музыкальные номера, танцы и, конечно, театральные миниатюры. Программа Всероссийского фестиваля МКС – молодежного конкурса стемов. Театру Юрия Гагарина три года. Все это время студенты Аэрокосмического университета в свободное от занятий время посвящают себя искусству. Именно оно позволяет смотреть на мир широко открытыми глазами, уверены артисты-любители. Увидеть то, что не замечают другие, а потом показать это в стемах. Это отдушина. Это отдушина, то, во что ты, в материал, который ты вкладываешь всего себя. Ты не спишь за две недели до фестиваля, потому что тебе нужно написать новый материал. Мы привыкли выступать с новым материалом, нам не хочется говорить о старом. Мы хотим удивлять зрителя нашего. На третьем Всероссийском фестивале стемов студенты говорили о многом. Пародировали современных политиков, семейные и социальные взаимоотношения. Шутили студенты и о недалеком прошлом. Ведь именно тогда они видели мир детскими глазами. Есть один коллектив, который нас окунул в наше беззаботное прошлое, скажем так, двухтысячных годов. Это было очень интересно, это было очень познавательно. И было приятно, что вспомнить для самого себя, потому что, в принципе, ребята показали то, как мы тогда, наверное, существовали и жили. Родоначальником стемовского движения в Самаре считается Аэрокосмический университет. Ежегодно вуз устраивал городской фестиваль стемов, а потом замахнулся на всероссийский уровень. Сегодня на конкурс МКС приехали мини-театры из Ростова-на-Дону, Волгограда, Долгопрудного и Москвы. Самару представляют четыре творческих коллектива. Стем – это такой особенный мир, наверное. Это театр, в то же время это юмор, это студенчество, это жизнь, это безумная активность. И вот это все, оно объединяется в слове, в аббревиатуре, точнее, стем. Это невероятный, на самом деле, заряд эмоций. На фестивале МКС сердца жюри искрометным юмором покорил Самарский театр миниатюр имени Гагарина. Второе место у Паланта из Ростова-на-Дону. Московская студия ДТП – третья в списке лучших стемов России. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Самарская гимнастка вернулась в родной город провести мастер-класс для молодых спортсменок. Екатерина Пирожкова сегодня работает тренером в сборной России. Чему научились спортшкольницы, увидел Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Тренер сборной команды России по художественной гимнастике Екатерина Пирожкова спортивную карьеру начинала в Самаре. В пятую спортшколу она пришла с родителями, когда ей было всего 4 года. Упорные тренировки привели гимнастку на пьедестал почета не только первенства города, но и всероссийских соревнований. А переехав в Санкт-Петербург учиться в физкультурную академию, Пирожкова победила на чемпионате России и дважды на Всемирной универсиаде. Формула успеха, уверена, проста. В художественной гимнастике должна быть специальная физическая подготовка. Не общая бег-прыжки, а специальная. Потому что у нас в гимнастике девочки худенькие, имеют длинные мышцы. Внешне они очень слабенькие, но на самом деле они очень сильные. Потому что элементы очень сложные. Чтобы это выполнить, они должны быть физически очень крепкими. Завершив соревновательную карьеру, Екатерина Пирожкова занялась научной деятельностью. Разработала специальную методику тренировок гимнасток. Ее работы заинтересовались в национальной сборной. Сейчас самарская чемпионка путешествует по стране и проводит мастер-классы. В Самару на специальные сборы приехали 20 перспективных гимнасток со своими тренерами со всех городов губернии. Для того, чтобы тренер понимал, что он должен делать и как он должен работать, он должен быть вооружен всеми современными технологиями тренировочного процесса, которые на сегодняшний день имеют место быть. Они, конечно, формулируются и определяются в сборной команде России. Чем мы там в провинции сидим? Далековато. Не всегда выезжаем. Только на борном учиться и учиться. Как раз Катя показала то, что можно объединить в одном тренере. У нас проблемы с тренером, я одна. Такой материал объемный дала. И хореография теперь я могу кратко сжать, но основа. И что интересно, самое главное, методически правильно все. Это вообще восхитительно. В планах областной федерации художественной гимнастики регулярно проводить для самарских спортсменок сборы, а для тренеров семинары по повышению квалификации. Именно это позволит самарской художественной гимнастике подняться на новый уровень развития и стать конкурентно способной как на всероссийской, так и на международной арене. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok